Дима, Маша, вчера мы заканчивали соревновательный день загадками и отгадыванием их, а сегодня я предлагаю начать загадок. Я буду вам загадывать загадку, а вам отгадку необходимо будет составить из этих букв, которые я вам сейчас раздам. За каждый правильный ответ у вас будет возможность заработать две фишки, а тот, кто справится быстрее, еще одну фишку за скорость. Конкурс этот, ребята, не из легких, поэтому я дам вам маленькую подсказку. Назову количество букв. В первой отгадке их будет пять. Из пяти букв слово будет составить. Да, и еще одну подсказку дам. Это первая буква слова. Первая буква слова отгадки будет буква М. Итак, начинаем. Я читаю загадку, а вы после того, можете уже каждый подойти к своей доске и начинаете крепить к доске только после того, как я закончу читать загадку. Итак, ребята, слово из пяти букв. Первая буква М. Я читаю загадку. Я в любое время года и в любую непогоду очень быстро, в час любой, провезу вас под землей. Молча, молча отгадываем. Кто справится быстрее, говорите «я готов» или «я готова», чтобы я знала, кому мне дать фишку за скорость. Быстренько, быстренько. Я готов. Так, Дима справился быстрее, но отлично. И правильно справилась и Маша, и Дима. О чем идет речь? Читаем. О метро. Метро, конечно, метро. Молодцы. Сообразили. Так, за правильный ответ Маша получает две фишки. Так, и Дима у нас получает за правильный ответ и за быстрые три фишки. Снимайте буковки назад. Сейчас я вам раздам новые. Вторая отгадка будет начинаться с буквы «С». Машенька, держи «С», Дима «С». И еще, поскольку Дима у нас первую отгадку отгадал быстрее, то даю тебе еще одну подсказку, Дима, чтобы Машенька не видела. Вот этой буквой будет заканчиваться слово. Положи в свою ступку. Слово, которое будет являться отгадкой на вторую загадку, будет состоять из семи букв. Итак, слушаем. Вот стальная птица в небеса стремится, а ведет ее пилот. Что за птица? Молча. Быстрее, быстрее, Машенька. На скорость. Не забываем, что это на скорость задание. И тот, кто быстрее справляется, я даю еще одну дополнительную подсказку. Я первый. Хорошо. Так, все, тогда останавливаемся. Машенька, какой здесь ответ? Нет, просто скажи, не глядя на Димину доску, ты молчишь. Маш, какой ответ? О какой птице шла речь в загадке? Вот стальная птица в небеса стремится, а ведет ее пилот. Что за птица? Которая начинается с словами... Самолет. Самолет, правильно. Хорошо, Маша тоже отгадала, просто не успела выложить буквы. Поэтому, Маш, тебе за правильный ответ две фишки я кладу в твою коробочку. Так, Дима составил правильное слово, но единственное допустил одну ошибочку. Дим, пишется слово самолет не сомолет, а сомолет. Поменяй букву А и букву О местами. Так, снимаем быстренько буковки и получаем следующую порцию букв. Забирай, это твои, держи. Слово будет начинаться на букву К. Держи. Дима, ты поскольку снова справился быстрее, вот этой буквой будет заканчиваться слово. Итак, слово, которое будет отгадкой в следующей загадке, будет состоять из семи букв. Первая буква К. И слушаем. По волнам дворец плывет, на себе людей везет. Молча. Что за дворец? Плывет и людей везет. Имейте в виду, что если вы сделаете в слове ошибку, то потом вы не сможете составить правильно другое слово. Быстрее, быстрее, быстрее на скорость. Я все. Ай, да молодец, Маша, быстрее. Дима, да, заканчивай. Можешь не заканчивай, можешь просто сказать. Корабль. Корабль, правильно. Отгадали правильно, Машенька, здесь справилась быстрее, поэтому ей, Дима, мы даем за скорость. Хватит тебе уже получать за скорость. И две, Дима, тебе за правильный ответ. Молодец. И последняя загадка. Вот буковки для разгадки. Для разгадки, для разгадки. Так, 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 Маша. Ребята, буквы я вам раздала. Дима, расставляй их быстренько. Первая буква в слове, которая будет отгадкой, это буква А. Буква А. А само слово будет состоять из семи букв. Слушаем внимательно загадку. Чудесный длинный дом. Пассажиров много в нем. Носит обувь из резины и питается бензином. Молча. На скорость. Дима, на скорость, на скорость. Ошибок старайтесь не допускать. Кто справился, говорит, я. Готов. Я первый. Хорошо. Так, все. Стоп. Так, кто у нас, что у нас, это автобус. Правильно, отгадали правильно, автобусы написали правильно, составили из букв. Маша, две фишки за правильный ответ. Дима, три фишки за правильный и быстрый ответ. Присаживайтесь и давайте считать, сколько заработали фишек в первом конкурсе. Считайте, считайте, быстренько. Дима, три, четыре, шесть, восемь, десять, девять. Итак, у Дима в первом конкурсе заработал одиннадцать фишек, а Машенька девять. Но сейчас, ребята, время встречи с нашим знакомым дядей Виталий. Внимание на экран. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, как не попасться на удочку воришек-карманников. Кто это такие? Это такие плохие люди, которые без спроса могут залезть в ваши карманы. Некоторые из них умеют это делать так, что вы даже и не заметите. Правда, милиция хорошо умеет их ловить. Чтобы этого не произошло, вот какие советы я вам дам сегодня. Не нужно держать все деньги, которые у вас с собой в кошельке. Обязательно разложите деньги по внутренним карманам. Они вам очень пригодятся в случае, если случится неприятность. У вора есть всего один момент, чтобы проникнуть к вам в карман. И чем больше молний, застежек и прочих препятствий ему помешают, тем больше вероятность, что вы его вовремя заметите. Задний карман – мой карман. Именно так думает вор и как бы случайно наваливается на вас в общественном транспорте. Жалуюсь на плохого водителя. Вывод прост. Забудьте про то, что у вас есть задние карманы. И не кладите туда деньги. Не стоит носить мобильный телефон в боковом кармане джинсов. Тем более, если этот карман маленький. Современные воры просто надавливают на карман, и телефон сам вылезает ему в руку. Не цепляйте на мобильный телефон всякого рода брелоки, цепочки и прочие украшения. Опытный вор в этом хорошо разбирается, и ему ничего не стоит просто потянуть за один из брелоков и вытащить ваш телефон из сумки. Будьте внимательны, если в транспорте, очереди или в толпе кто-то вас все время толкает или пихает. Если человек оттолкнуть три раза подряд за небольшой промежуток времени, то четвертого раза он и не заметит. Этот четвертый раз и станет роковым для вашего кошелька. А на сегодня это все. И я, как всегда, желаю вам успеха в игре и безопасности в жизни. Ну что, ребята, Дима, Маша, наш второй конкурсный день подходит к своему завершению, но у нас осталось еще одно контрольное испытание. Суть такова. У вас есть карточки, красная и зеленая. Я буду читать вам фразу, которую вы должны будете продолжить. Карточки означают зеленая разрешается, красная запрещается. Я читаю фразу, а вы в продолжении фразы понимаете либо зеленую, которая означает разрешается, либо красную запрещается. Первая фраза. Перед поездкой в общественном транспорте надо спрятать деньги. Правильно, Дима, сообразил. Действительно, деньги нужно прятать. И поднимать нужно было зеленую карточку. Так, хорошо, Дима. Тебе фишка за правильный ответ. Держим. Вторая фраза. Мобильный телефон надо положить в задний карман брюк. Правильно, запрещается. Ни в коем случае этого делать нельзя. Молодцы. Вместе и быстро, поэтому каждому по две фишки. В транспорте надо уступать место пожилым людям. Молодцы. Правильно и одновременно. По две фишки. И последняя фраза. В переполненном общественном транспорте надо быть особенно внимательным. Молодцы. Вдвоем сообразили, что все-таки надо быть особенно внимательным. Но Дима быстрее сообразил, поэтому Диме две фишки и одну фишку. Все, ребята, кладите карточки и давайте считать, сколько фишек сегодня наработали. Я смотрю, очень много. По-моему, больше, чем вчера. Пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, двадцать, четырнадцать. Четырнадцать у Машеньки, восемнадцать у Димы. Ну, практически четыре всего лишь фишки разделяет. Хорошо, ребята, и по итогам двух игровых дней у Машеньки двадцать четыре, а у Димы тридцать одна. Тридцать одна. Но впереди еще целых два соревновательных дня, поэтому готовимся и встречаемся завтра в нашей стране безопасности. Договорились? Да. Ну, а с ребятами давайте попрощаемся на сегодня. Пока-пока, ребята. До свидания. До свидания.